В строю на льду 5 команд кадетских училищ. Соревнования приурочены ко Дню Защитника Отечества. В честь праздника турнир впервые решено провести в Севастополе. Ребята рвутся в бой, но сначала проникаются атмосферой города моряков. Правда, с зимним оттенком. Традиционный севастопольский вальс на льду. Участвуют 5 команд кадетских училищ. Из Севастополя, Краснодара, Ставрополя, Оренбурга и Тюмени. Будущие защитники Отечества здесь защищают честь родного города, родного училища. Для нас высокая честь проводить соревнования накануне столетия вооруженных сил Российской Федерации. И я хотел бы пожелать всем участникам соревнований, которые сегодня будут биться на этом льду, крепкого здоровья, успехов в спорте, ярких впечатлений от пребывания в городе Севастополе. Вы будущие защитники Отечества. И мне всегда нравится пословица, когда говорят про спорт. Спортивная нация, сильная страна. Ребята, вы живете в стороне победителей. Каждый из вас победитель. И сегодня всем вам я желаю побед. Помнить о том, что вы находитесь в городе воинской славы. И показать способность бороться до конца. До последней секунды. Ребята, уважайте соперников. Берегите друг друга. И покажите все, на что вы способны. В честь первого крупного хоккейного турнира начальнику Севастопольского президентского кадетского училища Александру Попову презентовали памятную клюшку. Торжественная часть позади. Осталось лишь открыть турнир с символическим вбрасыванием в центральном круге. Первыми на лед вышли команды Оренбурга и Краснодара. Фавориты полуфинального этапа. Команда Ставропольского кадетского училища приехала на турнир без капитана, который получил травму. Но ребята обещают показать все, на что способны. Настрой боевой, несмотря на сложности, которые сейчас происходят в команде. Мы готовы биться и доказывать то, что мы можем... Мы лучшие, да. Мы собрались за одним столом, обсудили все особенности игры, как будем играть. Всплотили с командой, то есть и настроились давать бой. Для участия в соревнованиях ребята из Сюменского кадетского училища преодолели 2500 километров. С соперниками они не раз встречались на разных этапах первенства вооруженных сил. С Севастопольской командой, как и с городом-героем, они только знакомятся. Очень понравилось. Здесь рядом море, свежий воздух. Мы ходили на музей, ходили на музей исторический, военный. И посетили один береговой корабль. Свитер Даниэля украшают два автографа олимпийских чемпионов. Вячеслава Фетисова и Владимира Мышкина. Последний особо ценен. От вратаря в вратарю. Севастопольская команда – дебютант. Наши парни участвуют в соревнованиях вообще впервые. Соперники все постарше. Но севастопольцы готовы дать бой, заявляет капитан. Даю настрой команде, что мы должны выиграть. Потому что некоторые боятся. У нас десятые, девятые, восьмые. У них преимущество в росте и в том, что они дольше занимаются. Несколько дней сидели команды, думали составы с тренером. Согласовывали все. И сейчас более-менее готовы и морально. Соревнования продлятся три дня. Победители севастопольского этапа ждет финал первенства по хоккею среди команд Нахимовских и кадетских училищ. Борьба предстоит нешуточная. Ведь, как известно, в хоккей играют только настоящие мужчины. Михаил Жирафский, Денис Александрович, Севинформбюро.